Сушка яблок на зиму в духовке и на противне. Правило сушки яблок в духовке и на противне. Включите духовку и разогрейте ее до 50 градусов. Следите, чтобы температура не очень сильно превышала эти показатели. Если они будут очень высокими, то яблочные дольки покроются корочкой, которая не даст им правильно высохнуть, пока духовка разогревается. Промойте яблоко и удалите из них сердцевину. Порезанные на дольки плоды выложите в один слой на противень. Предварительно покрытой бумагой для выпечки поставьте яблоки в духовку. И слегка приоткройте дверьцу. Это даст возможность циркулировать воздуху и правильно испаряться жидкости, которая есть в плодах приблизительно через 2 часа. Перемешайте яблоко и оставьте их в духовке еще на час-полтора. Когда увидите, что они значительно уменьшились в размерах, плотно закройте духовку, повысьте температуру до 70 градусов и ждите еще 1 час поля этого. Вновь уменьшаем температурные показатели до 50 градусов. Приоткрываем дверьцу духовки и оставляем фрукты в таком положении еще приблизительно на 3 часа. Как только увидите, что яблочные дольки стали слегка коричневатыми и эластичными на ощупь, доставайте противень с духовки и дайте сухофруктом остыть полностью остывшие яблоки. Складываем в стеклянную тару с герметично закрывающейся крышкой и ставим в кухонный шкафчик на хранение, как сушить яблоки на зиму на солнце. Итак, найдите на садовом участке место, которое на протяжении всего дня находится под прямыми солнечными лучами установите там стол и покройте его сначала полиэтиленом, а затем чистой бумагой промойте и порежьте яблоки и на 5-10 минут замочите в подкисленной. В воде слейте воду и переложите фрукты в дуршлаг. Оставьте их в таком положении, пока они полностью не избавятся от воды, затем переложите их на бумажное полотенце и дайте просохнуть. При комнатной температуре, когда яблоки слегка привянут, переложите их на подготовленный стол и тщательно накройте марлей. Обязательно накрывайте яблоко, иначе на них будут садиться осы, мухи и прочие букашки старайтесь хотя бы 2-3 раза в день. Перемешивать фруктовые дольки, если вы хотите, чтобы процесс сушки яблок на солнце был минимально коротким, тогда обязательно забирайте. Их на ночь в дом через 5-7 дней они станут темно-коричневыми и их можно будет переложить в банки для дальнейшего хранения. Как сушить яблоки на нитке? Рекомендации для привальной сушки яблок – возьмите свои любимые яблока, промойте их под проточной водой, удалите из них сердцевину. И порежьте слегка толстоватыми дольками, если их толщина будет очень маленькой, то они попросту будут ломаться и вам не удастся. Нанизать их на нить следите, чтобы готовые дольки имели одинаковую толщину. Это будет способствовать правильному и равномерному подсушиванию. Порезанное яблоко нанизайте на толстую нить, оставляя между дольками. Немного пространства размести и своеобразные гирлянды на чердаке или террасе, и если в этом есть надобность прикройте их марлей. Если вы проводите сушку в закрытом помещении, то хотя бы днем устраивайте в нем небольшой сквозняк, циркуляция воздуха будет способствовать более быстрому и равномерному просушиванию плодов приблизительно через 10-14 дней, ваша сушка будет готова и вам. Останется только сложить ее в тару для хранения, как сушить яблоки на зиму в электросушилке. Правила сушки яблок в электросушилке. Порежьте заранее промытые яблоко на дольки нужной толщины аккуратно, в один ряд, разложите их на поддоны. Установите все поддоны в электросушилку и включите прибор в сеть, проследите, чтобы температурный датчик не превышал показатель 55 градусов. Оставьте яблоки сушиться как минимум на 7 часов. По истечении этого времени отключите приборы от сети. И проверьте готовность сушеных яблок, если они сухие на ощупь и при нажатии не выделяют сок, тогда смело перекладывайте их в стеклянную тару. В случае, если вы заметили хотя бы минимальное выделение влаги, оставьте их сушиться еще на 2-3 часа, как сушить яблоки в микроволновке. Итак, режем яблоки на дольки или кружочки и выкладываем их в один слой на плоскую тарелку, устанавливаем таймер мощности на 200-300 ватт и включаем микроволновку, через 2 минуты выключаем печь и переворачиваем яблоки на другую сторону, закрываем дверцу микроволновки и ждем еще 2-3 минуты, если ваши яблоки были порезаны на очень тонкие кусочки, то этого времени им будет вполне достаточно, чтобы высохнуть в случае, если по истечении этого времени они все еще остаются липкими на ощупь, включите таймер еще на 1-2 минуты, как сушить яблоки в аэрогриле Сушка яблок в аэрогриле, вымойте яблоко, удалите из них сердцевину и порежьте кружочками толщиной 5-8 мл, закипятите воду, растворите В ней пару ложек столовой соли и опустите в полученную жидкость яблока, буквально через пару секунд слейте воду и дайте яблочным Кружочком стечь на дуршлаге удалите остатки влаги из яблок бумажной салфеткой или хлопчатобумажным полотенцем, выложите фрукты В один слой на сетку аэрогриля, посыпьте их корицей и включите прибор, отрегулируйте таймер на низкий обдув при температуре 100 градусов через 50-60 минут Выключите аэрогриль и проверьте готовность яблок, если они немного липковаты, тогда продолжайте Их сушить еще минут 20-30, можно ли сушить зеленые, недозрелые яблоки, белый налив? В принципе сушить слегка недозрелые яблоко вполне допустимо Просто при использовании такого продукта вы должны быть готовы к тому, что вам придется добавлять в компоты и начинки для пирогов Немного больше сахара или меда, но если яблоки полностью зеленые, то использовать их для приготовления полезных сухофруктов запрещено И дело тут не в том, что они будут давать очень сильную кислинку Совсем зеленое яблоко не обладает ни вкусовыми, ни полезными качествами спелого фрукта, поэтому и в высушенном виде оно особой пользы вам не принесет Вы попросту потратите свое время и деньги, а взамен получите безвкусный и кислый продукт, который вряд ли будете использовать в пищу Если говорить о белом наливе, то его тоже лучше не использовать для приготовления сухофруктов на зиму Это яблоко в спелом виде имеет довольно рыхлую структуру, которая после высушивания превращается в практически в безвкусный продукт Для приготовления сушки лучше всего использовать более плотные и сочные сорта, которые доспевают ближе к осени и имеют кисло-сладкий вкус Именно из таких яблок получаются самые вкусные и ароматные зимние сухофрукты, которые помогают разнообразить однотипные зимние блюда Субтитры создавал DimaTorzok